Всем привет, с вами Андрей. Продолжаем мой ежедневный блог. Извините, что сегодня с телефона на камеру не решился снимать, потому что сегодня я делаю небольшой обзор на магазин Перекрёсток, который у нас недавно открылся. Погода сегодня, конечно, полный швах. Снова похолодалось, 7 градусов, дождь, с большим сильным ветром, наверное, вы его как раз слышите сейчас. Но трава начала лет уже вылезать, хотя сегодня уже 23 апреля. Тот самый торговый центр, куда мы идем, и вот там как раз среди прочих вывесок виден Перекрёсток, Супермаркет. Перекрестись и покупай. Так, ну а дальше мы сделаем обзор того, что видели в магазине, я записываю его уже дома, потому что в самом магазине было довольно странно ходить между полок и что-то бормотать себе под нос, записывая комментарий. Ну вот, собственно, мы вошли. Я закрепил телефон на тележку и иду по магазину. Здесь вот слева от нас овощи. А вот, собственно, я, стараясь не палиться из какой-то мёд и прочей мюсли, соки выставленные между едов. Раньше это был магазин более простой, но не было такого крутого оформления. Но цены и состав продуктов был примерно таким же, каким я его увидел сегодня. Так, здесь у нас какие-то консервы мясные, в коробках ещё не распечатанные товары, овощи в коробках лежат. И вот здесь, там чуть подальше весы есть, с помощью которых можно взвешивать покупку. Но всё как в обычных российских магазинах сейчас, наверное, никого уже не удивишь. Так, что у нас там дальше-то идёт? Между рядами стало больше места, чем раньше было. Это хорошо. А ещё совсем давно здесь был магазин Самара Продукт. Но потом эту сетку перекупили, и вместо неё стал вот такой вот перекрёсток. Это молочная продукция. Народа сегодня не очень много в магазине. Впрочем, здесь всегда не очень много народу. Много народу только перед праздниками. Да, вот замороженные курицы по 95 рублей, некоторые полки вообще пустые. Наверное, ещё под новый товар, который ещё не завезли сюда, приготовили. Появились впервые холодильники. Вот здесь вот полуфабрикаты, всевозможные чебупели и прочее. Хозяйственные принадлежности, тряпки, порошки, средства для уборки помещений, для мытья ботинков. И вот шкаф моей мечты с замороженными овощами и пиццей. Конечно, пиццы здесь разные много. Эту пиццу я очень люблю. Мы её готовим в плите. Получается, мне кажется, очень вкусно. И цена у неё неплохая. Ну, вот какая-то по 120 рублей, какая-то по 240 рублей. Всё зависит от наполнителя. Есть большое количество молочки. В неё сейчас зайдём. А вот с сырами и с мясом оформили по-новому. Сделали красную стену за ними. Народ ходит взад-вперёд. Тут трудно сейчас ещё найти что-то, потому что раньше ты знал, где всё левит, а сейчас не знаешь. Сделали большой отдел с какими-то соленьями. Вот солёная капуста. И вот такой вот, как с бара, сейчас камера повернётся. Такие вот ёмкости. Там солёные огурцы, солёные помидоры, солёная капуста. Мне нужна была картошка. Вот 3 килограмма 79 рублей. Хорошая, большая, чистая, вымытая картошка для варки. Такой пакетик сразу введёт в корзину и отправляется её вместе со мной туда, где уже лежит пицца. Дальше камера немного расфокусировалась. Ну, вот iPhone такая особенность есть. Собственно, поэтому часто бывает так, что многие хорошие кадры оказываются за портами. Тем не менее, мы видим, что здесь вот есть стойка с дошираками, роллтонами и прочими растворимыми супами, которыми можно вкусно перекусить. Снова я иду. Народ на меня вообще не обратил никакого внимания. Вот мы дошли до молочки. Бутылки разные цены. Вот 58 рублей в доме в деревне, 46 рублей. Ну, в основном молочь какая-то обезжиренная. 2,5%, 2%, 3,5% молока я не нашёл. Прошло взять простоквашенный по 57 рублей. Тоже отправляется в корзинку. Вот такое молоко мы обычно покупаем каждый день. Ну, или через день, смотря как быстро оно расходуется. Обычно молоко с кофе пьем. Ларис, подскажите, где дружище? Ну, я надеюсь, Лариса там помогла этому человеку. Вот хлеб тут самопёчный есть с большим плакатом. Продвигаемся постепенно к кассам. Касс, по-моему, 6 или 7 штук. Ну, народ тут есть. Стоит перед кассами зона импульсных покупок. Там Рафаэлки всякие и прочие мелочи. Типа сникерсов, презервативов и прочего-прочего-прочего. Кстати говоря, перед кассирами появились большие шкафы с сигаретами. Из-за чего кассиров не видно издали. Ну, я вот примостил телефон. И видно, как движется дорожка с продуктами. Открылась ещё одна касса, и я туда на неё прохожу. Ну, здесь телефон я, конечно, выключаю. Ну, вот пока я был в Перекрёстке, выглянуло солнце. Слава Богу, видимо, погода начинает налаживаться. В итоге, что получилось? Я купил пиццу. 3 килограмма картошка, сметана, молоко. Ой, что-то ещё? Какую-то мелочь вышло. 510 рублей. Да, магазин довольно дорогой. Но приятный. Короче говоря, как обычно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Следующее видео выходит завтра. Пока.